Уважаемый президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович! Сегодня, 9 апреля 2024 года, священный для всех мусульман мира праздник Ураза Байрам. Я ветеран МВД Республики Дагестан, подполковник в отставке, заведующий адвокатским кабинетом Адвокатской палаты Республики Дагестан, Абдуразаков Карим Магомед Алиевич решил обратиться к вам с настоящим видеообращением в связи с отсутствием прокурорского надзора, с заходом расследования дела о массовых беспорядках, имевших место 29 октября 2023 года в Махачкалинском аэропорту. Я считаю позором для дагестанского народа то, что произошло 29 октября 2023 года в Махачкалинском аэропорту. Вандализм, погромы, избиение сотрудника полиции не может оставить равнодушным любого нормального адекватного гражданина Дагестана. Хулиганы и погромщики – это не лицо Дагестана. Лица, совершившие преступления, участвовавшие в массовых беспорядках, должны бесспорно быть привлечены к уголовной ответственности и понести заслуженное наказание. Однако, как говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Вместе с погромщиками, преступниками были задержаны и арестованы десятки молодых людей, которые всего лишь присутствовали в Махачкалинском аэропорту и не совершали никаких хулиганских действий. Вся надежда сейчас на вас, Владимир Владимирович. Я устал писать жалобы. Бесполезно просить должностных лиц Следственного комитета России о соблюдении закона. Их безразличие к судьбе человека меня поражает и возмущает. Им даже жалко бумаги, чтобы дать разумительный, хотя бы формальный ответ. Но мне нужен неформальный ответ, а ответ слуги закона, слуги народа. Я хочу получить ответ на единственный вопрос. На каком основании по страже шесть месяцев сидят мои подзащитные? Мухмаев Магомед Амаргаджиевич и Магомед Беков Ахмед Магомедович. Доказательств их вины до сих пор нет никаких. И полное молчание органов следствия, прокуратуры РФ. За пять месяцев не проведено ни одного следственного действия. Для чего это делается? Целая армия следователей в количестве более 20 человек трудится в поте лица, а результатов никаких. Где доказательства? Их не было. И нет. И не может быть. Не смогут органы следствия их найти, потому что мои подзащитные просто присутствовали при массовых беспорядках в Махачкалинском аэропорту. Но ничего не сделали. Только наблюдали и через полчаса ушли. Я хочу спросить генерального прокурора России Краснова Игоря. Установлена ли уголовная ответственность за присутствие в зоне массовых беспорядков? Где эта статья в УК РФ? Почему эту статью скрывают от народа, от родственников, 142 обвиняемых, которые находятся по страже в следственных изоляторах Дагестана? Из них половина, то есть примерно 70 человек, просто случайно оказались на месте массовых беспорядков. И лично сами ничего не громили и никого не издевали. Что? Наступили 30-е годы 20 века, когда тысячи людей безвинных были посажены в тюрьмы и расстреляны, а потом тысячи были реабилитированы. Уважаемый Владимир Владимирович, вы гарант Конституции. Я голосовал за вас 17 марта 2024 года в надежде, что не будут нарушаться права граждан России на свободу. Вы должны и обязаны защищать права и интересы российских граждан. Около 70 заключенных в СИЗО Дагестана – это лица, в отношении которых нет никаких доказательств вины. Я очень прошу вас, дайте поручение Генеральному прокурору России Краснову Игорю проверить законность предъявления обвинения всех 142 обвиняемых, которые томятся в СИЗО Дагестана. Вы как-то сказали, что с уважением относитесь к народу Дагестана, который в 1990 году и позже встал на защиту южных рубежей России и разгромил в пух и прах бандформирования международных центров агрессии против России. Вспомните, как вас встречали в Дербенте в прошлом году. Мы уважаем вас, поэтому я ветеран МВД РД, который 23 года боролся с преступностью и 25 лет защищает законные права граждан Дагестана. Прошу, возьмите на контроль данное дело, руководителем которого является Гагарин. Гагарин, этот господин ни на одну мою жалобу не ответил, хотя их было много. Я очень хочу с ним встретиться, посмотреть на его лицо и спросить, за что сидят мои подзащитные Магомед Беков Ахмед и Мухмаев Магомед. Где же правда? Чего ждать дальше? Этот юридический беспредел надо в конце концов остановить. Незаконные действия работников правоохранительных органов и судов дискредитируют их и могут привести к тяжким последствиям. Приведу пример. 15 марта 2024 года возле Ногайского райсуда Республики Дагестан были расстреляны обвиняемый Григорь Янц и наш лучший адвокат Республики Осипов Сергей Степанович. Оба погибли из-за безрассудных коррупционных действий суди, который нарушителю правил дорожного движения, которое повлекло смерть 14-летнего мальчика, назначил наказание обвиняемому Григорь Янцу в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Где-то видано, что это за приговор, ребенок задавлен насмерть на дороге и за это назначается формальное наказание, даже не условное, а ограничение свободы. Самое легкое наказание по Уголовному кодексу Российской Федерации. Все проясняется, когда поступила информация в средствах массовой информации, что обвиняемый Григорь Янц, сын бывшего прокурора района и внук бывшего директора Кизлярского конечного завода. Приговор явно коррупционный. Это заметит даже абсолютно не следущий обыватель. И в итоге отец погибшего ребенка, будучи в шоке от такого приговора, застрелил возле порога Ногайского райсуда обвиняемого Григорь Янца и нашего коллегу Осипова Сергея. Кто виноват в гибели двух граждан России 15 марта 2024 года? Виноват судья Ногайского райсуда, который вынес чрезмерно мягкий приговор обвиняемому. На его совести смерть двух человек, надеясь квалификационная коллегия Верховного суда РФ и органы следствия, справедливо разберутся по данному делу. Должностные лица РФ не должны вынуждать граждан идти на самосуд. Это недопустимо. Ну а теперь вернемся к нашему делу о массовых беспорядках в Магачкалинском аэропорту. Я снова пишу те же слова, вернее говорю об этом. Других подобрать не могу, потому что я не получил на них ответа. Шанса мало, что лично вры. Просмотрите мое видеообращение, так как у вас громадный объем работы, и вы отвечаете за всю страну. Тем не менее, у меня нет другого выхода. Все инстанции пройдены. Гражданин поражает примитивное расследование дела. Я бывший следователь. Бездоказатель арестовали двух граждан. Да, меня в 80-х годах моментом уволили бы со службы за такое расследование. Судьи советского района города Махачкалы, которые бесконечно продлевают срок содержания обвиняемых по страже, совершенно не интересуют, совершил гражданин преступление реально или нет. Верховный суд Дагестана полностью на стороне советского района города Махачкалы совершенно не вникает в суд дело. Оставляет в селе незаконное постановление райсуда о заключении по стражу обвиняемых. Аналогичное положение не только по тем делам, по которым проходят мои подзащитные Магомед Беков и Мухмай, но и по другим делам. В частности, по обвинению Ибрагимова, Курбанова, Халатова и других. Их десятки, которых защищают другие адвокаты. На вопрос, зачем это делается, ответ чиновников один. Они шепотом говорят, такова установка Москвы. Но я не верю, что это установка Москвы. Еще раз, уважаемый Владимир Владимирович, убедительно прошу вас срочно поручить, проверить все дела лист, которые взяты по стражу по событиям 29 октября 2023 года. При таком подходе к расследованию в Дагестане скоро будут сажать в тюрьму адвокатов за то, что они защищают законные интересы арестованных граждан. Я не удивлюсь, если завтра в моем шифонере или под ванной, или под матрасом кровати найдут гранату, или закинут мне карман пиджака 1 грамм анаши. Такие вещи у нас, к сожалению, бывают, Владимир Владимирович. Я прошу остановить этот юридический бездушный беспредел и обязать Следственное управление Следственного комитета РФ неукослительно соблюдать законность при расследовании дел по массовым беспорядкам в Махачкалинском аэропорту 29 октября 2023 года. На этом я закончу. Хотя у меня есть еще что сказать. С уважением к вам, Владимир Владимирович, защитник обвиняемых Магомед Бекова Ахмеда и Мухмаева Магомеда, заведующий адвокатским кабинетом, ваш покорный слуга, адвокат Абдура Заков Казим Магомед Алиевич. Спасибо за внимание. Аминь. 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 Аминь.